Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод». Чтобы получить высокий урожай любой овощной культуры, необходимо сначала правильно подобрать место, затем внести все необходимые удобрения в основную заправку, правильно и вовремя произвести посев, а затем поливы, подкормки. Ошибки на любом этапе могут привести к существенной потере качества и количества урожая. Какие требования предъявляет морковь и как получить высокий урожай моркови – об этом сегодня наше видео. Для выращивания моркови наиболее пригодны почвы с легким механическим составом – супесчаные, суглинистые, торфяные, с нейтральной реакцией почвенной среды, где pH в пределах от 6,3 до 7,5. Морковь хорошо растет на открытых солнечных местах и в полутени. Почву готовят с осени. Под перекопку вносят органические удобрения – компост или перегной по 4-6 кг на 1 кв.м. Свежий навоз применять нельзя. При использовании свежего навоза развивается корнеплод неправильной формы. Также осенью вносят фосфорные и калийные минеральные удобрения – грамм по 15 суперфосфата и сульфата калия на 1 кв.м. Если почва кислая, вносят известь или доломитовую муку. Но в последнем случае внесение фосфорных удобрений переносят на весну. Весной вносят азотные удобрения – 5 г карбамида на 1 кв.м. Дополнительно к основному удобрению можно внести магний, который оказывает положительное влияние на лёжкость корнеплода. Весной удобрения в почву заделывают рыхлением или перекопкой на 1 треть штыка лопаты. Если весной вносят фосфорные удобрения, то почву перекапывают на штык лопаты. Морковь – холодостойкое растение. Всходы выдерживают заморозки до минус 2-3 градусов. Взрослые растения – до минус 6-7 градусов. Это позволяет сеять семена моркови в самые ранние сроки и даже под зиму. Посев семян производят во влажную почву. Рекомендуемая ширина между рядами – 30-35 см. Глубина посева семян моркови – 1,5-2 см. Расстояние между семенами – 1 см. При температуре почвы плюс 4-5 градусов градусов. Всходы появляются примерно дней через 20. При температуре почвы – 15-20 градусов, дней через 10. Во время прорастания семян необходимо следить, чтобы почва была постоянно влажной. Я накрываю посевы полиэтиленовой пленкой. Важно ее вовремя снять, как только появятся первые всходы. Через две недели после всходов проводят прореживание. Оставляют самые сильные растения на расстоянии 3-4 см друг от друга. А после прореживания проводят первую подкормку. В период интенсивного нарастания листвы моркови в большей степени необходим азот. Можно произвести подкормку раствором кровяка, разведенным 1 к 10 или раствором птичьего помета, разведенным 1 к 20. При отсутствии этих органических удобрений морковь можно подкормить карбамидом 4-5 г на 1 квадратный метр. Вторую подкормку проводят, когда на растениях образуется 5-6 настоящих листьев. Этот период характеризуется интенсивным нарастанием вегетативной массы и началом формирования корнеплода. Подкормку можно провести полным минеральным удобрением азофоской или нитрофоской грамм по 10-15 на 1 квадратный метр. В первые дни августа, в период начала массового налива корнеплодов и оттока продуктов фотосинтеза из листьев корнеплоды, эффективны подкормки моркови древесной золой, которую вносят по полстакана на 1 квадратный метр, или сульфатом калия. В начале сентября подкормку этими же удобрениями можно повторить. Что необходимо учитывать при подкормках? 1. Морковь не выносит высокой концентрации почвенного раствора. Превышение норм удобрений недопустимо. 2. Все удобрения заделываются в почву рыхлением. Если производится подкормки раствором удобрений, то полив раствором производится только по влажной почве. 3. Нормы удобрения необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы, количество удобрений, внесенных в основную заправку и под предшествующую культуру. Морковь лучше многих культур переносит временный недостаток влаги, но только временный. Морковь требовательна к влаге. За влажностью почвы следует особо следить в начальный период стадии роста, когда корневая система еще слабо развита. В период созревания морковь поливают реже, только при продолжительной сухой погоде. За месяц до уборки поливы можно прекратить. Недопустимы поверхностные поливы, когда смачиваются лишь верхний слой почвы. Полив должен быть обильным, чтобы промочить корнеобитаемый слой почвы. После полива производят рыхление, образующееся на поверхности курки. К уборке урожая моркови приступают до начала устойчивых заморозков. Признаком биологической спелости является пожелтение и отмирание старых листьев. А я благодарю Вас за внимание, за Ваши лайки, комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. А я желаю Вам хорошего урожая, цветущего сада, но самое главное всем мирного неба над головой. Удачи Вам!